Всем привет, друзья! Вы на канале Михаил Фалек Стартап. Меня зовут Михаил Фалек. Мы занимаемся ремонтом бытовой техники в США. Находимся мы в Калифорнии, Силиконовая долина, а также в Тампе, штат Флорида. В сегодняшнем выпуске мы с вами сделаем несколько unpackages, то есть, да, к нам пришли специальные, так скажем, посылки для техников. Вот одна из этих посылок. Значит, есть у нас чат, который называется «Техники США», телеграм-канал. И там ребята делятся разными интересными лайфхаками, разными интересными приспособлениями в нашей работе. И вот недавно у нас есть один очень хороший наш участник нашего комьюнити. Вот сейчас здесь появится его никнейм. Опа! И он всем рекомендовал вот такой вот набор подушечек, таких вот гидролических, да, которые могут поднять вам драйер, который стоит на вошере. И вы можете беспрепятственно, да, делать там ремонт самого вошера. Для этого вам не нужно снимать непосредственно драйер. Вот как это все выглядит, я пока не совсем точно представляю, но вот этот набор я все-таки взял на обзор. И сейчас мы с вами посмотрим. А также тот же самый участник нашего комьюнити, который является, между прочим, промастером и находится в закрытой группе телеграм-канал. Туда можно попасть только в том случае, если вы набрали 100 кармы, тогда вы становитесь промастером и попадаете в закрытый чат. Все сейчас расскажу в этом видео. Не переключайтесь и погнали! Итак, ребята, помимо того, что мы сейчас разберем вот этот пакет, я вам еще расскажу один очень интересный лайфхак. Давайте вместе порассуждаем, посмотрим, как это будет работать. Идея очень прикольная. Как-то раз нам скинули видео и говорят, вот ребята из Индии придумали очень прикольный, очень прикольный лайфхак, как можно продувать холодильник, холодильную систему. Вы все знаете уже, да, наверное, а кто не знает, тому повторю. Мы используем для нашей работы вот такой комплект, который называется Robin Air. Давайте немножко еще быстренько актуализируем в голове, что это за такой набор. Вот он набор. Этот набор состоит из двух вот таких коннекторов и разных вот диаметров переходничков. Вот видите, да? Переходничок 1. Вот, переходничок 2. Вот, ну и так далее. Соответственно, вот это все одевается на трубку. Вот у меня для примера вот здесь вот, сейчас я вам покажу. Есть вот такая трубочка. И вот, значит, вот так вот это все вставляется. Вот так это все крепится. И сюда уже подключаются непосредственно гейджи, которые продувают нам всю систему. Для тех, ребят, кто не знает, как работает этот набор, сейчас сверху выскочит ссылочка. Обязательно досмотрите это видео до конца, а потом уже можете ознакомиться с видеонабором Robin Air. А мы продолжаем. Итак, в чем же заключается лайфхак, который предложили техники из Индии? Давайте внимание на стол. Так, как вы уже поняли, у нас есть комплект Robin Air. Его мы убираем в сторону. Вот так. Значит, у нас есть некая тестовая трубочка. Вот она, тестовая трубочка. Представим, что это трубка, которая уходит куда-то там в холодильник, да? Значит, наша задача, нам нужно вот сюда прикрепить Access Valve. Вот у меня в руках есть вот этот вот Access Valve, видите? Раньше мы делали следующим образом. То есть мы брали Access Valve, вот так вот его сюда приваривали. И тем самым мы могли открыть вот эту шляпочку, да? И через Access Valve сюда прикрутить могли гейджи и запустить сюда воздух. Воздух прошел бы, прошел бы, прошел бы дальше по системе и продул бы ее. Но минусы данного способа заключаются в том, что нужно варить, а варить не хочется. Поэтому есть комплект Robin Air. Но есть еще один прикольный лайфхак, который я на практике еще не пробовал, но хочу с вами поделиться. Для этого нам нужно купить вот такие вот коннекторы. Посмотрите на них. Это очень популярные коннекторы. Используются они в основном для того, чтобы соединять трубки для воды. То есть к холодильнику подведена water-линия. Если где-то эта линия сломана, мы отрезаем лишнюю трубочку, вставляем вот этот коннектор. С одной стороны трубку, с другой стороны трубку. И все. Он очень хорошо держит, не пропускает. И все как бы чудесно происходит. Но, вы знаете, у меня даже в голову не могло прийти использовать этот коннектор как переходник между трубкой холодильника и между Аксесс Вауом. И когда я увидел это в первый раз, эту фотографию, вот сейчас эта фотография здесь появится. Вот. Я просто обомлел. Я когда увидел, подумал, а что так можно было? И решил попробовать. Вот прямо сейчас в прямом, так скажем, выпуске мы с вами попробуем это сделать. Вот трубка, которая идет на холодильник. Давайте ее попробуем подключить. Подключаем. Вот трубочка вот так вот заходит. Смотрите, когда трубка зашла, она заходит достаточно плотно. И вот, видите, вот она не гуляет. Немногие знают, чтобы эту трубку вытащить обратно, нам нужно нажать вот на это кольцо. Когда ты на кольцо нажимаешь, оно немножко отпускает саму трубку, и трубку можно вытащить. А вот если вы попробуете сейчас вытащить, это у вас не получится. По поводу того, насколько плотно здесь все закрыто, честно говоря, сложно сказать. Но, так как этот коннектор используется для water-линии, вода точно здесь не проходит. Вот прям точно. Поэтому я думаю, что, наверное, если мы будем сюда в воздух, да, ну, наверное, тоже не будет проходить. Да даже это не важно, на самом деле. Почему это не важно? Потому что если воздух чуть-чуть будет тут проходить, это совсем не страшно. То есть нам нужно, наверное, продуть систему с определенным давлением. И поэтому, мне кажется, этого будет достаточно. Так, вот наш непосредственный коннектор. Давайте я вам покажу, какой коннектор нужен для того, чтобы подсоединить его вот к этому переходничку. Нам нужен коннектор, называется он C&D Valve B10736. Вот, обратите внимание на него. Вот он он. Вот. Купить этот коннектор вы можете, ну, на Амазоне, либо вы можете купить его в Джанстоне. В данном случае, вот, посмотрите, мы купили эти коннекторы в Джанстон. Суплай, это такой магазин для техников. Вот. И вот эти коннекторы мы там приобрели. Значит, по поводу вот этих коннекторов, да, которые переходнички. Посмотрите, да, какая модель. И посмотрите, да, вот как они называются. Вот этот набор я заказал с Амазона. Вот. Все ссылочки мы постараемся оставить вам в этом видео, чтобы вам было максимально просто их найти и заказать при необходимости. Значит, один конец мы подключили. Давайте теперь возьмем вторую, Access Valve, и подключим его с другой стороны. Так, вот так берем. И подключаем. Все. Ребята, идеально. Просто идеально. Коннекторы сидят как влитые. Вот. Соответственно, если вы хотите продуть какую-то трубочку, да, даже, не знаю, ниппель нужно, ладно, пускай ниппель будет. Давайте его. Ниппель. Так вот сейчас закроем. Вот. Соответственно, если вам потребуется прочистить линию, вам совсем не обязательно иметь вот эти комплекты, если у вас их нет под рукой. Плюс они стоят достаточно так недешево. Я уже забыл точную цену, но они стоят подороже, чем вот этот вот пластиковый коннектор, да. Вот. И, соответственно, если мы хотим снять уже эту трубку, снять коннектор, нам нужно нажимать на вот это кольцо и вытаскивать непосредственно трубку. Вот так вот это делается. Раз-два, раз-два. Все. Трубку я вытащил. Вот. Трубку сюда положу. И вот посмотрите, вот такой вот XS Valve универсальный, который вы можете одевать на трубки. Ребята, еще хочу заметить, что сами вот эти вот переходнички пластиковые, они бывают разных размеров. Точно так же, как и трубки бывают разных диаметров, разных размеров. Все, что нужно вам сделать, это купить вот такие пластиковые трубки, пластиковые переходники просто разных размеров. И все, в принципе, и у вас есть аналог Робин Эйра. Друзья, если вам понравилась вот эта вот фишка, да, пожалуйста, поставьте лайки, напишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Лично я был без ума от этой идеи. Спасибо большое нашему комьюнити, нашим техникам, которые находятся в чате техники США, которые делятся вот такими интересными лайфхаками, которые потом можно обозревать. И вместе с вами обсуждать. Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Ваше мнение. Конечно же, предвкушаю вопрос, можно ли вот так оставить, так скажем, ну, после ремонта. Нет. Друзья, нельзя. Мы ничего не оставляем вот так вот никогда. Мы максимум только это делаем для продувки, да, или для какой-то проверки. Нельзя оставлять вот эти пластиковые детали навсегда у клиента. Это очень плохая практика. Никогда так не делайте. Ну, а мы переходим дальше к следующему обзору, который я оставил на вторую часть этого видео. Погнали. Так, вот он комплект. Он пришел мне с Амазона. Он запечатанный. Я его не открывал. Давайте посмотрим, что там у нас есть в этом комплекте. Так, вытаскиваем. В этом комплекте есть еще, так скажем, да, один комплект. Здесь придется мне, наверное, уже разорвать этот пакетик. Так, и давайте все сейчас вытащим. Вот сколько тут всего интересного. Так, вот эти два пакета мы пока уберем в сторону. И давайте посмотрим, что мы здесь имеем. Значит, подушка номер раз. Вот такая вот, такой формы, да, можно сказать, квадратный. Дальше. Подушка номер два. Немножечко другая форма. У каждой подушки есть груша, которая накачивает эту подушку. Вот, смотрите, сейчас, да, я ее накачиваю, 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 накачиваю. И вот эта подушка, она все больше и больше становится. И она может поднять что-то, что, ну, так, скажем, на ней стоит. Да, в данном случае пример, когда это может быть драйер, который стоит на вошере. Так, вторая подушечка. Дальше у нас есть с вами третья подушечка. Посмотрите, какая она такая прямоугольная, да, очень интересная. Хочу сразу сказать, что такие подушки тоже продаются The Home Depot, но там нету прям такого богатого выбора. Там максимум продается вот такая вот подушка, но она не такая по качеству, она немножко попроще. Насколько я знаю, там какая-то железная пластина стоит вот прям внутри. И как-то это все работает более эффективно. То есть качество, мне нравится этой подушке, достаточно приятное. Сзади можно посмотреть, сколько она выдерживает груза, сколько можно поднять, чтобы эта подушечка не взорвалась. В принципе, классно, что этих подушечек три штуки, потому что одной подушечки всегда не хватает. Вот по моей практике у меня тоже есть такая подушка. Сейчас я ее на обзор не принес, но одной мало. То есть если вы хотите как-то вот сбалансированно поднять один край и второй край, вам нужно пару подушек, как минимум. Вот, давайте дальше посмотрим, что еще у нас есть в комплекте. Также у нас в комплекте есть вот такие вот, как их назвать даже, такие, да, специальные приспособления. Не могу, не могу подобрать слова, да, которые можно поддевать подо что-то, да, и вот таким рычагом подымать. Это тоже очень удобно. Единственное, знаете, они не железные, они обычный пластик. Вот, и не знаю, насколько они будут эффективными, да, насколько они могут поднять какие-то тяжелые предметы. Но, в принципе, чуть-чуть, думаю, приподнять можно. Так, ну давайте теперь попробуем их надуть, эти подушечки, да. Вот мне интересна самая-самая большая подушечка вот эта вот гидролическая. Давайте ее надуем. Нажимаем, 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 нажимаем. Вот она надувается. Надувается, 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 надувается. О, я слышу там прям что-то. Вот я чувствую здесь вот такая металлическая пластина. Вот она, вот я ее прям чувствую. Я дальше начинаю дуть, дуть, дуть. Вот, посмотрите, как она приподнялась. Ох, достаточно сильно. Достаточно сильно и достаточно плотно. Вот такие гидравлические подушечки. Нажму я сейчас кнопочку, чтобы эта подушечка сдулась. Вот весь воздух сейчас выходит оттуда. И мы просто вот так вот ее сдуваем. Значит, давайте быстренько определим, для чего же эти подушки нам могут понадобиться. Первое. Они могут понадобиться, чтобы... Первое. Если у вас стоит вошер где-то в глубине. И часто так бывает, что вошер нужно чуть-чуть приподнять, потому что он стоит за паркетом. То есть паркет, вошер, дешвошер стоит не на паркете, а там просто голый, как сказать, голый пол. А паркет до вошера проложен. И, соответственно, вошер, дешвошер стоит на ножках. И чтобы, ну, так скажем, этот дешвошер вытащить, нам нужно немножко приподлифтить этот дешвошер, закрутить ножки. Потом еще раз поднять этот дешвошер, и потом только его можно вытащить. Вот с этими подушечками можно это сделать достаточно просто. Это первое, для чего могут понадобиться вам эти подушки. Второе. Это попробовать приподнять холодильник, предположим, да. Если вы видите, если вы хотите под холодильник засунуть какие-то слайсы, да, и вам, ну, как бы тяжело не с руки поднять угол одного холодильника, вы тоже можете использовать вот эти вот подушечки. Приподняли сначала один угол, потом засунули туда слайс, приподняли второй угол, засунули туда слайс, и весь холодильник вытаскиваете. Понимаете, да? То есть эта подушка очень в этом плане вам сильно поможет. Меня лично такая подушка выручала несколько раз. Если бы ее не было, мне бы было бы сложно. Действительно. Я вот сейчас не могу точно вспомнить, в каких моментах, но точно помню, что выручала. Вот, поэтому я всем рекомендую техникам обязательно купить набор таких трех подушек и применять в своей работе. Итак, ребята, я не удержался бонусом. Хотел бы вам показать, как эта подушечка поднимет вот этот вот драйвер. Давайте проверим, чтобы вы наглядно уже понимали, как это работает. Значит, подушку засунуем под то место, которое хотим приподнять. Засунули и начинаем качать. Я качаю, 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 качаю. Обратите внимание, как драйвер уже начинает подниматься. И вот он уже поднялся вот на такое расстояние. Как вы понимаете, также можно поднять и холодильник, и любой тяжелый предмет и засунуть под него те же самые слайсы. Или что-то, ну не знаю, там ножки открутить. Я вспомнил, да, что мне вот эта вот подушка очень сильно помогает. Ножки, немножко я приподнимаю холодильник и закручиваю ножки. Что на дешворшере, что на холодильнике. Поэтому эта подушка очень помогает нам в этом. Вот. Ну и, как я уже и сказал, пользуйтесь на здоровье. Итак, друзья, на этом видео подходит к концу. Спасибо большое, что смотрели это видео. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что думаете по всему этому поводу. Понравились вам подушечки? Понравились вам или вот эти коннекторы? Напишите ваше мнение. А также, если вы знаете, еще какой-то интересный лайфхак, которым можно поделиться, который можно осветить, напишите нам в комментариях. А также приходите к нам в группу техники из США, если вы техник, практикующий на территории США. Или только учитесь. В этой группе мы общаемся и помогаем друг другу в ремонтах. А на этом все. С вами был Михайлов Олег. Компания First Appliance Repair. Ремонт бытовой техники в США. Увидимся с вами в следующих сериях. Не болейте, будьте здоровы. Пока-пока.